Добрый день, Дима! Добрый день, радиослушатели! Ну, в августе много знаменательных дат. В августе 1939-го состоялось подписание пакта, знаменитого пакта Молотова-Риббентропа. В следующем году ему уже исполнится 80 лет. А вот 50 лет тому назад, 25 августа 1968-го года, советские танки вошли в Прагу и разгромили пражскую весну, положив конец социализму с человеческим лицом. Тогда нашлось всего лишь семь смельчаков, которые вышли на Красную площадь и развернули плакат «За вашу и нашу свободу». Все они были арестованы, Файнбергу выбили все зубы, поэтому его даже на суд не осмелились вести, просто бросили в психушку. Остальные осидели свои сроки. Вот буквально два дня тому назад их дети, их внуки опять вышли на ту же самую Красную площадь и тоже принесли маленький-маленький плакат «За вашу и нашу свободу». Хотели вспомнить это событие 50-летней давности. Тут же подошли ребята в гражданских костюмах, правда уже на сей раз вежливо, затащили их в машину, отвезли в участок, составили протокол нарушения общественного порядка, ну и на всякий случай выписали каждому штраф по 500 долларов, так чтобы не забывали и помнили, как надо отмечать знаменательные даты. Кто мог тогда предположить, что по истечении неполных четверти века придет конец и социализму, и первому социалистическому государству? Если в 1917 году, как писал американский журналист Джон Рид, это было 10 дней, которые потрясли мир, то на все раз для его потрясения понадобилось только 7. 7 дней и великого, могучего Советского Союза не остался. Провалился военный переворот. Это я говорю вам уже о событиях 91-го года, августа 91-го года. Провалилась отчаянная попытка спасти неспасаемый корабль, сгнившей политической системы. Советская пропаганда выработала много мифов и о пакте Молодого, Риббентропа, много было лжи и о событиях в Чехословакии в 68-м году. В свое время немецкий пропагандист, министр пропаганды Геббельс писал, фундаментальным принципом пропаганды является повторение эффективных простых аргументов, направленных на эмоции и инстинкты человека, а не на его интеллект. Нет, истина не важна и должна быть подчинена тактике и психологии, но удобная ложь всегда должна быть доверительной. Просто ясно. Пропаганда на то и является пропагандой, что без конца повторяет ложь. Только тогда люди начинают верить в нее. И чем она больше, тем больше верят в нее. Такова психология масс. Известный американский сатирик XIX века Амброс Бирс так дает определение истории в своем Декшнерии of the Devil. История – это фальшивое объяснение событий, в основном незначительных, которые рассказаны нам правителями, в большинстве своем мошенниками и плутами, а также генералами, в большинстве своем идиотами и дураками. Ну, Амброс был сатирик. А вот Генри Форд был еще более категоричен. История – это куча дерьма. Аврам Линкольн говорил, намного, конечно, серьезнее, что то, что когда-либо случилось, неизбежно случится опять, когда те же обстоятельства, которые привели к происшедшим событиям, вновь проявят себя таким же образом. Маркс тоже говорил о повторяемости истории, ссылаясь на Гегеля, но добавил весьма существенную поправку. История повторяется. Первый раз как трагедия, а второй раз как фарс. Вот именно в августе 1991 года в Советском Союзе была совершена попытка государственного переворота с целью убрать Горбачева, которая привела к краху Советского Союза. А через два года, в октябре 1973 года, была еще одна отчаянная попытка вернуть коммунистическое прошлое. Но и она закончилась крахом. Были ли эти события трагедией или фарсом? Или это была революция? Революция – это восстание масс, акт насилия, кровопролитие, когда один класс, одна группа людей свергает другой класс или установившийся порядок. В этом плане очевидно события в Советском Союзе 1991-1993 года и события в Восточной Европе, когда рухнула коммунистическая система. Конечно, можно назвать революцией. Правящие коммунистические элиты были повергнуты. А вот кто пришел к власти, следует разобраться по каждой отдельной стране. Революцию замышляют идеологи, осуществляют фанатики. Плодами революции пользуются мерзавцы. Это один из законов всех революций. А второй закон – это то, что революция всегда пожирает своих детей. Это тех, кто активно ее осуществлял. Конечно, коммунистическая система, существовавшая в Советском Союзе 73 года, рухнула всего лишь за неделю. Переворот в августе 1991 года был последней отчаянной попыткой группы портаппаратчиков спасти систему, сохранить власть, сохранить сгнивший тоталитарный режим. Они вывели на улицы Москвы танки в надежде, что демонстрация силы заставит вышедших на улицу людей разбежаться по домам. Никто из заговорщиков не предполагал, как дух свободы и демократии уже разлетелся по городам России от Балтики до Владивостока. Всего несколько лет Горбачевской перестройки и гласности во время этой Горбачевской перестройки и гласности исчезли не только продукты с магазинных прилавков, но исчез страх людей перед режимом. Впервые за все годы простые люди, но особенно молодежь, были готовы пожертвовать своей жизнью, защищая еще такую молодую, несозревшую демократию. Конечно, спустя 25 лет много видится сегодня по-другому. Но вот что интересно, вот буквально на днях был опрос, ну, это центр опроса общественного мнения, Ливода, значит, в Москве. Ну, вот вопрос был очень простой. Скажите, а вот кого бы вы поддержали тогда, в 1991 году, Пучистов или Ельцин? И вот что ответили вот сегодня, через 27 лет, что ответили москвичи. 51 процент, вернее, этот опрос был по всей России, 51 процент опрошенных людей сказали, что они сегодня поддержали бы Пучистов, 3 процента поддержали бы Ельцина, ну, а остальные толком не знают, кого бы они поддержали. Но тогда командующий воздушными силами генерал Евгений Шаповщиков встал на стороны Ельцина. Валентин Лазуткин, глава Останкинского телестудии, рискуя своей жизнью, призвал сопротивляться военному перевороту. Глава охраны дачи Горбачева в Форесе генерал КГБ Медведев дал команду охранять его и семью, не допустить любого насилия. Генерал Павел Грачев, командующий воздушно-десантными войсками, встретился с Ельциным и обещал ему поддержку. Даже элитное подразделение КГБ Альфа отказалось выполнять указания руководителей Пучча. Пучисты уже заказали 250 тысяч пар наручников, отпечатали 300 тысяч ордеров на арест, установили несколько лагерей в Подмосковье для заключенных, но не смогли обеспечить ни единство своих действий, ни плана ареста Ельцина, ни плана осуществления переворота. Они привыкли, что люди умирают от страха, только услышав слово КГБ. У них действительно было много всего, но не было лидера. Они бесконечно спорили между собой, что делать, брать штурмом Белый дом или не брать, давить танками сотни тысяч людей или не давить, как вы знаете, раздавили только троих. Когда в Польше, по указанию Москвы, генерал Ерузельский ввел военное положение, он накануне арестовал более 5000 членов Солидарности. Здесь Пучисты в критическую ночь с 18 по 19 августа не арестовали никого, ни Ельцина, ни его окружения. Перед зданием правительства России собралось 150 тысяч москвичей, пришедших туда строить баррикады. Может, это не так уже много для 9-ти миллионного города, но они пришли. Как и 200 тысяч жителей Ленинграда собрались по призыву мэра города Собчака на Дворцовой площади с лозунгами «Не подчиняться перевороту». 20 августа в Москве шел проливной дождь. Целый день, но перед зданием правительства оставалось не менее 50 тысяч человек. Люди приносили танкистам еду, женщины держали плакаты, солдаты, не стреляйте в своих матерей. Огромные демонстрации против заговорщиков прошли почти во всех крупных городах России, а 53 области послали телеграммы с поддержкой Ельцина. На второй день после переворота правительства Балтийских республик, Киргизии, Казахстана, Молдавии тоже высказались против переворота. Как же начинался этот переворот? Горбачев семьей отдыхал на новой правительственной даче в Крыму в местечке Форос. Эта дача была построена буквально недавно и стоила 50 миллионов долларов. Горбачев готовился к подписанию нового всесоюзного договора. Годы перестройки и гласности не улучшили жизнь народа, но разбудили надежды. Горбачев не имел четкого плана перестройки Советской системы. Он пытался сохранить Советский Союз, сделать эту систему более демократической. Он сразу начал осуществление трех реформ. Политической, многопартийности, избрания Верховным Советом СССР президента страны, экономической, создания кооперативов, больше свободы для предприятий. И третье национальной, больше свободы национальным республикам, ослабление влияния Москвы, предоставить им больше самостоятельности в экономике. Вот эта последняя национальная реформа оказалась самой разрушительной. Она просто разнесла Советский Союз. Слишком много накопилось недовольства русификации союзных республик, подавления местных обычаев, традиций, религий. Официально пропаганда утверждала другое. Дружба всех народов СССР. Цена этой дружбы проявилась в армянской резне, в Сумгаите и в Баку и в Прибалтике, где ни латыши, ни литовцы, ни эстонцы не признавали насильственного присоединения этих республик к Москве в результате договора с Гитлером о разделе Европы. Сложная ситуация была и на Украине, где веками украинские националисты мечтали о создании своего государства. Переворот начался в 4.50 вечера в субботу 18 августа 1991 года на дачу Горбачева прибыли Валерий Болдин, это начальник канцелярия президента, Олег Бакланов, первый заместитель Совета обороны, генерал Валентин Вареников, замминистра обороны, Олег Шенин, секретарь ЦК КПСС. К тому же на этой даче находились генерал-лейтенант КГБ Юрий Плеханов, он был начальник 9-го управления КГБ, ответственного за охрану высших членов государства, и генерал-майор Медведев, начальник охраны Горбачева, Анатолий Черняев, советник Горбачева, и Ольга Лапина, 34-летняя, личный секретарь Горбачева. Горбачев не ожидал прибытия такой делегации, по его словам он пытался позвонить в Москву, но все телефоны были отключены. Прибывшие гости особенно не церемонились. Они зачитали ему ультиматум подать в отставку и передать власть вице-президенту Янаеву. Горбачев спросил, кого вы из себя представляете? Они ответили, государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП. Генерал Вареников сказал, что ситуация в стране катастрофическая, и поэтому были приняты меры и образован этот комитет. Была ли ситуация полной неожиданности для Горбачева? За два дня до этого один из лидеров перестройки Александр Яковлев подал в отставку и предупредил Горбачева о том, что реакционные элементы в правительстве и КГБ готовят военный переворот. Уже за месяц до переворота председатель КГБ Куличков, министр обороны язвов, начальник канцелярии Горбачева Бакланов неоднократно проводили секретные встречи, где обсуждали планы по организации переворота. На их глазах разваливалась коммунистическая партия, рушилась экономика страны. Они торопились. 20 августа был назначен днем подписания нового всесоюзного договора, который предусматривал сохранение Советского Союза, но в форме конфедерации свободных государств. 17 августа председатель КГБ Куличков собрал экстренное совещание на военной базе на юге Москвы. Цель не допустить подписания договора арестовать Горбачева. Заговорщики, прилетевшие в Форус, не получив согласия Горбачева подать в отставку, вечером того же дня вылетели обратно в Москву, а генерал Вареников улетел в Киев, чтобы получить поддержку со стороны Леонида Кравчука, тогда это был первый президент Украины. Утром в воскресенье пошли сообщения ТАСС, радио, телевидение, что Горбачев тяжело болен и не может исполнять обязанности президента, и что образован Временный комитет по чрезвычайному положению во главе с Александром Янаевым. В него вошли глава КГБ Крючков, министр внутренних дел Пуга, министр обороны Дмитрий Фьязов, председатель правительства Павлов, зампредседателя Совета обороны Бакланов и какие-то вообще никому неизвестные фигуры, вроде Василия Стародубцева, он председатель союза фермеров, и Александр Тизяков, председатель союза государственных предприятий. Когда Янаев появился на телевидении в 6 часов вечера и читал текст сообщения, что Горбачев не в состоянии исполнять обязанности президента, было отчетливо видно, как у него сильно дрожали руки. В 3 часа дня, уже в воскресенье, на улице Москвы стали выдвигаться танковые колонны. В 3.30 Ельцин получил приказ этого комитета немедленно освободить свой офис президента России, а в 5 вечера он уже выпустил обращение ко всем вооруженным силам и КГБ России подчиняться только указам президента России. Ельцин вообще впервые услышал новости, когда он был на своей даче в Архангельском в 6.30 утра, и он тогда же сразу позвонил командующей воздушно-десантными войсками Павлу Грачеву, с которым он был в приятельских отношениях. Состоялся разговор. Грачев сказал, что министр обороны Язов приказал ему ввести дивизию парашютистов в Москву и добавил «Борис, можешь не беспокоиться, я обеспечу тебе безопасность, чтобы не произошло». В 7 утра Ельцин уже поговорил с премьер-министром России Иваном Силаевым, мэром Москвы Поповым и мэром Ленинграда Собчаком. Все они обещали ему поддержку. Почему же элитное подразделение КГБ «Альфа», которое окружило дачу Ельцина в Архангельском, не арестовало его и позволило ему свободно уехать в Москву, остается загадкой. Глава этого подразделения, генерал-майор Виктор Карпухин, в одном из своих интервью позднее говорил, что он получил такой приказ от Язова, но отказался исполнять его. В 8.15 утра правительство Российской Федерации выпустило заявление, осуждающее переворот и призывающее население страны не подчиняться приказам этого комитета по чрезвычайному положению. К этому заявлению присоединился и председатель Верховного Совета СССР Руслан Хасбулатов и вице-президент России Александр Рудской. Нашелся один мерзавец, ныне здравствующий лидер ЛДРП Владимир Жириновский, который поддержал заговорщиков. Теперь-то он объясняет, что хотел только спасти страну, а не стать на страну этих путчистов. Но факт остается фактов. Когда он залез на трибуну с призывом поддержать военный переворот, его чуть не убили. Он позорно бежал и больше до конца этих событий на людях не появлялся. Теперь вот этот фашистующий лидер ЛДРП никто иной, как заместитель спикера Российской Думы. Вот так был вознагражден человек, который поддержал военный переворот. Радио московское передавало классическую музыку. Обычно это делалось, когда умирали верховные вожди, а телевидение целый день показывало балет Лебединое озеро и концерт балалайщников. В 10 утра в Белом доме в здании правительства России собралось все ельцинское руководство и приняло решение обращения к ГКЧП. В нем требовалось немедленно освободить Горбачева, допустить к нему врачей, восстановить связь с Форосом, возобновление публикации газет и распуска ГКЧБ. Но хунта не сидела без дела, она пыталась установить свой контроль над страной. Таллиннский порт был закрыт, телевизионные станции в Вильнюсе в Риге были захвачены армейскими подразделениями, в Москве танки заняли позиции в мэрии города, на Красной площади и здании правительства России. Все воздушное сообщение между всеми городами России было прервано. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Часть чиновников на местах исполнительной власти стали на сторону заговорщиков, а часть поддержали Ельцина. Но к концу дня стало ясно, что сторонников Ельцина большинство в Москве стали воздвигать баррикады. Ельцин забрался на танк и прямо у здания правительства обратился к десяткам тысяч собравшихся на защиту правительства москвичей. Граждане России, легально избранное правительство нашей страны было устранено от власти. Мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным заговором. Соответственно, мы заявляем, что все решения и указы этого комитета незаконны. Мы обращаемся ко всем гражданам России дать отпор путчистым и потребовать возвращения в нашу страну нормального конституционного развития. На центральных улицах Москвы появились огромные плакаты «Нет военному перевороту». В пять вечера в понедельник Янаев выпустил указ о введении в Москве чрезвычайного положения и назначил генерал-полковника Калинина командиром всех командующих всех войск находящихся в Москве. Ему было разрешено при необходимости использовать силу, то есть применить оружие. Опять последовала пресс-конференция Янаева. На ней присутствовали иностранные корреспонденты. Янаев представлял жалкое зрелище. У него беспрерывно дрожали руки и выглядел он так, как после жуткого похмелья. В московской телевидении показывало балет, а вот в Ленинграде телевидение работало и мэр города Собчак обрадился генерал-полковнику командующим гарнизоном Ленинграда не водить войска в город во избежание кровопролития. На Дворцовой площади уже собралось 200 тысяч ленинградцев. В полночь Ельцин издал приказ о назначении командующим ленинградским гарнизоном адмирала Вячеслава Щербакова. Он, кстати, был одновременно заместителем Собчака. Массовые, конечно, массовые уличные протесты сыграли огромную роль в провале хунты, но и большое значение сыграл и раскол в КГБ и в армии, где, значит, что стало невозможным для хунты осуществить свои планы. Для председателя КГБ Крючкова это было полной неожиданностью. Его всесильная могущая машина стала распадаться сама по себе и без поддержки КГБ успех заговора был обречен. В 9 часов вечера в понедельник комендант московского гарнизола объявил о введении в Москве комендантского часа. Ко вторнику некоторые члены военного переворота запаниковали. К Ельцину присоединились шахтеры России. Президент Казахстана Назарбаев потребовал немедленного возвращения Горбачева в Москву. К нему наконец-то присоединился и руководство Украины. В столице Молдавии Кишинева состоялся 100-тысячный митинг в поддержку Ельцина. В Минске тоже несколько тысяч минчан вышли на улицы. Но хунта продолжала подготовку к штурму Белого дома. Но теперь и министр обороны Язов заколебался. Многие генералы, особенно командующие военно-воздушными силами Советского Союза Шапошников, категорически возражали против применения силы. Мало того, Шапошников угрозил поднять воздух авиацию и разбобить здание КГБ на Лубянке, если будет применена сила. Генерал Грачев тоже полностью стал на сторону Ельцина и приказал своим парашютистам отразить любую атаку против Белого дома. Генерал Шапошников в 6 утра собрал своих генералов. Они безоговорочно решили потребовать от министра обороны Язова вывезти армию из Москвы немедленно. А ведь уже через два часа состоялось заседание Министерства обороны, где уже министр обороны Язов назвал Павлова и Янаева пьяницами, которые втянули его в это грязное дело. Он добавил позади меня стоите вы, а позади вас солдаты в танках и значит мы не должны позорить нашу армию. Генералы дружно проголосовали убрать армию из Москвы. В 11 часов утра танки начали уход. Переворот подходил к своему концу. Что было дальше, я вам расскажу после небольшого перерыва. Присоединяйтесь к нашему разговору. Дорогие друзья, мы продолжаем странички истории с Яном Йоффе. Присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон прямого эфиру 847 4005 200 4005 200 Звоните, спорьте, доказывайте свое мнение, будьте аргументированы и помните, что вы все-таки в прямом эфире, поэтому держите себя в руках, а Ян с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Здравствуйте, вы в эфире, я вас с удовольствием слушаю. Здравствуйте. Добрый день, господин Якубов, у меня вопрос к Яну. Ян, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, советская история была мифологизирована о пакте Молотова-Риббентропа, не могли бы вы назвать первый вопрос, сколько было пактов до Молотова-Риббентропа? Я, конечно, могу вас назвать. В истории дипломатии были сотни, а может тысячи всевозможных дипломатических договоров и пактов, так что но в данном случае я сегодня мы с вами разговариваем о перевороте военном перевороте девяносто первого года в Москве вот так что придет время наверное вот мы поговорим с вами может быть и о пакте Риббентропа кстати в следующем году значит можно будет поговорить более подробно или еще когда-нибудь кстати я возвращался к этой теме рассказывал и подоплеку и читал и речи Сталина за неделю до подписания пакта так что я думаю вы хорошо информированы спасибо ян за ваш ответ давайте продолжим телефон прямой эфир 847 4005 200 4005 200 здравствуйте в эфире здравствуйте скажите скажите пожалуйста вот с этим переворотом Горис Горбачев был на тот период генеральный секретарь ЦК а какое отношение было к правлению коммунистической партии всем известно так почему же в принципе вы назвали что главные действующие исполнители занимали высокие посты и в партии и в правительстве а где же был народ вообще если по России посчитать там народ вообще-то был за ГКЧП или против учитывая эти все вопросы партийного руководства народ был по-разному но основная масса людей я уже это сказал в Москве на улице Москвы вышло 150 тысяч людей в поддержку Ельцина в Ленинграде ровно 200 тысяч и в 53 области России послали телеграмму в поддержку Ельцина кто где был в тот день я не знаю может быть кто-то сидел в своей деревне пил водку народ был по-разному вот следующий вопрос здравствуйте вы в эфире Ян здравствуйте жду вашего ответа на здравствуйте здравствуйте это тот который все время меня обзывает нехорошими словами мне очень хочется с вами ну здравствуйте здравствуйте Ян давайте продолжим чей у вас залог сорвался 847-4005-200-400-500-200 Ян давайте продолжим наш разговор знаете что как и любой переворот этот подходил к своему бесславному концу среду Ельцин позвонил председателю КГБ Крючкову и сказал ему что он должен полететь завтра в Крым Горбачеву самолет улетел в 2 часа дня на борту был Крючков еще 3 члена комитета с ними полетел Лукьянов председатель Верховного Совета СССР А вот на другом самолете в Крым полетел вице-президент России Александр Рудской. Переворот не только подходил к концу, он просто рухнул. Один за другим и Верховный Совет, и Коммунистическая партия вдруг дружно стали осуждать участников переворота. Горбачевская резиденция ожила, там восстановили связь. Первый звонок Горбачева был Ельцину, а второй через 30 минут президенту Соединенным Штатом Джорджу Бушу. И через два часа Горбачев уже выступил с заявлением по центральному телевидению Советского Союза. Значит, Москва была неузнаваемой, баррикады разобрали, люди улыбались, исчез страх, ушли солдаты и танки. Горбачев вернулся и занял в Кремле свой рабочий кабинет. Он еще не знал и не имел ни малейшего представления, что он вернулся в другую страну, и что практически имеет никакой власти. Москва стала другой. Тысячи людей собрались у здания КГБ, требуя наказания участников переворота. Подогнали кран, и 14-тонная статуя Феликса Держинского, оторванная от пьедестала, поплыла по воздуху и нашла свое место в кузове самосвала. Мэр Москвы Попов выпустил указ о запрете любой деятельности Компартии. Две тысячи человек штурмовали здания ЦК КПСС, чтобы не дать возможность аппаратчикам уничтожить партийные документы. По всему Советскому Союзу пошли запреты Компартии. Конфискации зданий была запрещена газета «Правда». Горбачев подал в отставку с поста генерального секретаря КПСС. Ельцин выпустил указ о передаче в собственности Российской Федерации всех зданий, принадлежавших КПС. Их было более пяти тысяч. Были запрещены 30 тысяч партийных организаций. Везде срывали портреты КПСС, громили статуи Ленина. В газетах появились статьи, что КПС прячет где-то за рубежом 100 миллиардов долларов. Потом, конечно, оказалось это неправдой. Деньги, конечно, были у КПС, но речь, конечно, не о сотнях миллиардов долларов, а о сотнях миллионов. Пошли новые назначения. КГБ возглавил Бакатин. Первым указом он передал 250 тысяч пограничных войск КГБ, армии. Все участники заговора были арестованы. Что было потом, вы хорошо знаете. Все пошло и в кривь, и в кость. Заговорщики были выпущены из тюрем, амнистированы. Потом они все опубликовали своими иммуары, где изображали себя героями. Многие валили все на Горбачева, что якобы он был в курсе все дела, никто его не арестовал, никто связь там в фурсе, значит, ну и пошло, и пошло. Тот, кто читал мемуары того же Крючкова, там вот хорошо вся эта ложь и вся эта гадость хорошо видна. Значит, экономические реформы Гайдара закончились катастрофой. Вся собственность Советского Союза оказалась у бывших партийных чиновников, у бандитов, у коррупционеров. Расхватали все, что было в собственности народа. Появились уже не подпольные миллионеры типа Корейка и Золотого Теленка, а настоящие миллиардеры. Их, по данным журнала Forbes, сегодня в России более сотни человек, да несколько десятков тысяч миллионеров. Четверть населения России живет сегодня ниже уровня бедности. Путин восстановил престиж армии, но не остановил коррупции и воровство. Нынешняя Россия, конечно, встала с колен, но оказалась в изоляции, которую отчаянно пытается преодолеть. Что будет дальше? Как никто не мог предсказать вам тогда распад Советского Союза, конечно, так и нам тяжело судить, что будет дальше. Но, по крайней мере, что видно сегодня, что вот эта предложенная пенсионная реформа правительством России не пользуется популярностью, что в разных городах происходят и демонстрации, и протесты. Сегодня Путин, он находится с официальным визитом, ездит по Сибири. Вчера он бродил там вместе с Шойгу и с председателем Федеральной службы безопасности где-то в лесу, собирал грибы. А завтра он обещал выступить перед российским народом и рассказать, может быть, будут какие-то изменения. Потому что одногласно взять, повысить женщинам пенсию на 8 лет с 55 до 63, когда основная масса из них не доживает до этого возраста, или мужчинам сделать вместо 60-65, это, конечно, катастрофа. Это значит, что 90% нынешних россиян никогда не получат пенсию. Так что у России свои проблемы, остальное вы все знаете, не решается пока ни один вопрос. У нас есть звонок, Ян, радиослушатель. Здравствуйте, в эфире. Алло, здравствуйте. Ну вы частично ответили на мой вопрос. Ну все-таки вкратце, а что за строй все-таки идеологически сейчас в России? Спасибо. Вы знаете, действительно, вы задаете хороший вопрос. Я вам, как я понимаю, что за строй. Сегодня нет в России тоталитарной системы, как было при Сталине, но есть очень жесткая, централизированная система, которую выстроил Путин, так называемая вертикальная система, где практически вся реальная власть и все реальные деньги принадлежит небольшой группе людей. Ну я не знаю, сколько их там, сотня или тысяча и какая. И вот эта система с большими такими тоталитарными наклонностями, во что она превратится, будет ли она реформироваться и прочее. Одновременно в сегодняшней России, конечно, много сделано, более-менее и свободная пресса, и люди многие вещи высказывают. И особенно, честно говоря, свободен интернет, когда просматриваешь эти сайты русские, там, все, как говорят, выбор на все взгляды. Но система весьма жесткая и весьма централизованная. Говорить о той демократии, наверное, которой мечтали те люди, которые в 1991 году смело вышли, чтобы остановить танки, конечно, пока еще до этого весьма-весьма далеко. Тем паче Путин-то выстроил такую систему, что он пошел на конфронтацию со всем западным миром. Это началось не только во время, значит, захвата Крыма, но и пошло, и пошло этот Донбасс, который тоже, на мой взгляд, был хорошо подготовлен и организован в Москве. Ну и конца этому, честно говоря, не будет. В ответ на все эти дела Запад начинает накладывать на Россию бесконечные санкции. Одни за одними идут. Работает они, не работает. Очевидно, работает. Судя по всему, как русские говорят, как эти санкции им хорошо, значит, они работают. Если им так уже совсем хорошо, тогда они должны просить еще больше санкций. Очевидно, санкции работают. Очевидно, в России и в Москве, в Кремле нервничают с этими санкциями, потому что Россия очень много... Пройдитесь сегодня по всем русским заводам, по всем научно-исследовательских институтам. Вот посмотрите, где сделаны все приборы, где сделаны станки. Вот за последние 25 лет Европа поставила в России самые современные упаковочные линии и заводы по производству пищепродуктов. Вчера Путин был в Сибири. Я обратил внимание, там показаны 450 тонн этот самосвал, это сделан американской компанией, это Путин стоит на фоне этого самосвала, и там же показаны американские катерпиллеры. Я пытался хоть найти хоть один, но там какой-то, что сделано в России, ничего не нашел. И так это во всем. Россия нуждается в хороших контактах и торговле с Западом, и хороших отношениях, но пока в ближайшие, наверное, 10-20 лет ничего не будет. А что будет, никто не знает, поэтому и я вам сказать толком не могу. Ян, огромное спасибо вам за ваш ответ. У нас остается буквально 3 минуты. Давайте подведем итог нашей передачи. Давайте подведем действительно итог. Дело в том, что... Вот обратите внимание, я все же возвращаюсь, с чего я начал. Большая роль играет пропаганда. Люди не совсем осознают, как это работает. Конечно, ссылаться на слова Геббитса, но Геббитсов подловил очень точную основу пропаганды. Он сказал, что пропаганда направлена не на интеллект человека, то есть не на разум человека, где вы могли бы использовать свой интеллект, сказать это правда, это ложь. Пропаганда направлена на инстинкт и эмоции человека. И она должна все время повторяться. Вот эта ложь, которая составляет критисенцию любой пропаганды, она все повторяется. Вот возьмите последние 4 года событий на Украине. 4 года подряд все русские каналы телевидения утверждают, что на Украине фашистское, бендеровское правительство, что там фашизм. Но ведь любой человек, который использует интеллект, знает, что фашизм без дучи, без фюрера невозможно. На Украине же нет ни дучи, ни фюрера. Так, а какой фашистский? Ну нет, они уже настолько вбили в голову русскому народу, что на Украине фашизм, что дальше некуда. Ну а раз фашизм, значит, мы, значит, примем соответствующие меры. А помните, как началось 4 года назад, как украинские эти фашисты распяли русского мальчика на воротах и били, били целую неделю, пока вдруг весь мир не закричал. А помните, что же вы, что же такую пропаганду вы несете? Вот так отстроена пропаганда. Будьте внимательны с ложью, с пропагандой. Пытайте использовать не инстинкт и не свои эмоции, а интеллект. И тогда многие станут на свои места. Вот это все, что я вам хотел сказать. Уважаемый Ян, огромное вам спасибо за эту передачу. Дорогие друзья мои, оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Уважаемый Ян, до новых встреч в эфире. До свидания. Всего доброго.